МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родина. Это, прежде всего, тот уголок земли, то место, где ты родился и где ты начал жить. И наши, более старшие земляки, опять-таки от слова «земля», 75-80 лет назад ценой своих жизней защищали самую большую на земле страну под названием Союз Советских Социалистических Республик. Но вы прекрасно понимаете, что прежде всего защищали-то они свой город или родное село, отчий дом и своих родных. И далеко не случайно Сталин в начале войны обратился к народу с такими словами. С полиции, граждане, братья и сестры. Люди такого масштаба просто так ничего не говорят. Все было точно. Ведь она была большая семья народов и миллионы обычных семей с братьями и сестрами. И захоронение воинов. Миллионов неизвестных солдат тоже не случайно называют братскими могилами. Конечно, конечно, грамотные политруки на фронте доходчиво объясняли не совсем грамотным бойцам, за что они на самом деле воюют и почему эта война называется великой и отечественной. Но когда у этих простых бойцов уже в крови было то, о чем потом написал Константин Симонов в стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», объяснять-то это было не так уж и сложно. Люди нутром понимали, есть за что смерть принять. Вот потому и был массовый героизм советских людей. А поскольку он был всенародным, то всех героев поименно мы знать просто не можем. Но, как говорится, все их имена знает Бог. Однако и мы крупицы истории все же сохранили. Я читаю об их жизни сухие справочные данные. Но за каждой строкой уникальная человеческая судьба. Судьба каждого. А вместе с нею судьба семьи, судьба села или города, судьба целой страны. Левочкин Андрей Ефимович, старший политрук 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта. Родился 15 июня 1910 года совсем рядышком от Сарова в селе Нарышкино Вознесенского района в крестьянской семье. Окончил семь классов. А в Красной армии с 1930 года. Он участник Советско-финской войны 39-40-х годов, о которой мы до сих пор мало что знаем, как о кровавой прелюдии той большой войны. Перед прорывом главной оборонительной полосы финнов на Карельском перешейке в феврале 40-го года поднял роту в атаку и овладел позицией врага. Но в том бою был тяжело ранен и от полученных ран скончался 6 марта 40-го года. И было ему, герою Советского Союза, неполных 30 лет. А в его родном селе спустя 80 лет помнят о нем. На центральной улице установлен бюст героя. В школе уголок боевой славы, посвященный ему. И вы знаете, это называется просто и емко. Бессмертие. Похоронен Левочкин на месте боя в Ленинградской области. Или вот, еще одна судьба, еще одного нашего земляка. Петраков Иван Ильич, гвардии сержанта, помощник командира взвода 2-й стрелковой роты 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской витебской дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Родился он в деревне Сарма, Вознесенского района. Тоже закончил 7 классов, после чего стал работать в колхозе. В 1942 году был призван в армию. 12 июля 1944 года в районе литовского города Алитус в составе группы из 5 человек первым форсировал Неман, где наши бойцы уничтожили передовое охранение, захватили вражеские окопы. И оттуда корректировали огонь нашей артиллерии. Бойцы удерживали рубеж до подхода подкрепления и обеспечили переправу основных сил. Однако в следующем бою наш земляк был тяжело ранен. Именно тогда за проявленные мужество и героизм Ивану Петракову им было присвоено звание Героя Советского Союза. Но после госпиталя по состоянию здоровья снова на фронт. Его не взяли. Он вернулся на родину и до 50-го года работал председателем Бахтызинского сельсовета. Кстати, в Бахтызино в 1930 году родился еще один герой. Но герой социалистического труда. Председатель Совета Министров всей нашей огромной страны в ее переломные годы, 90-е, 91-е. Это Иван Степанович Силаев. А до этого он возглавлял Горьковский автозавод. Но вернемся к Ивану Петракову. После Бахтызина он переехал работать на Выксунский металлургический завод. И кроме золотой звезды героя, среди его наград орден Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Отечественной войны и много медалей. Умер он в 91-м году, так и не увидев развала страны, за которую воевал. Похоронен в Выксе. Однако на этом перечень героев из Вознесенского района не заканчивается. Земляки помнят Ивана Ивановича Сорокина, который хотя и родился в Калужской области, но перед самой войной переехал жить в село Девлетяково. А звание героя ему присвоили посмертно. Помнят люди и полного кавалера ордена славы Леонида Николаевича Тютикова, уроженца Краснооктябрьского района Нижегородчины, который после войны работал председателем Вознесенского районного исполкома и первым секретарем местного райкома партии. А я продолжаю листать страницы Нижегородской книги памяти. Быченков Василий Тимофеевич, гвардии капитан. Родился в селе Мытызлей того же Вознесенского района. Окончил школу, а вот потом Читинский железнодорожный техникум. В армии с 1939 года, а на фронте с 1944. Особо отличился он в ходе берлинской операции. Так, в середине апреля Победного 1945 года при прорыве обороны немцев заменил выбывшего из строя командира батальона. И уже под его командованием наши солдаты отбили три атаки противника, побив при этом три фашистских танка. Потом, при дальнейшем продвижении, они захватили батарею вражеских орудий, уничтожили восемь огневых точек, две роты и овладели важным опорным пунктом на важной высоте. В ходе боя Быченков был ранен, но продолжал командовать батальоном. Уже после Дня Победы ему присвоили звание Героя Советского Союза. Он не дожил одного года до 50-летия Победы. Что делать? Годы бегут неумолимо, как скорый поезд, и ветер дует в наши окна со всех сторон, а вместе с ветром уходят от нас дорогие наши люди, наши ветераны. Но уходя, они тихо радуются тому, что свеча, когда-то зажженная ими, до сих пор не гаснет на ветру. И души каждого из них могли бы сказать потомкам вот такие слова. Между явью и сном по тропе уводящей бессмертие, где уставшее сердце становится вновь молодым, с этим миром прощаясь беззвучно, пойду сквозь столетия, став бесплодным, как призрак, свободным, как ветер и дым. Не расстанусь с отчизной моей невезучей и светлою, пусть вернутся назад, запрещает вселенский закон над сибирской тайгой. Промелькну бесшабашной кометую, над ручьем по весне, боязливым зайду тростником. Да, они с нами, они часть народа, они наша совесть, которая особенно сильно стучится в наши окна канун таких больших праздников. Но они и сейчас в строю, бойцы огромного бессмертного полка.